Только что переговорил с президентом России, поздравил его с результатами выборов в Российской Федерации. Просил передать благодарность, прежде всего, конечно же, присутствующим здесь и другим лицам, которые помогали здесь организовывать выборы президента России на шесть участков было. Выборы прошли как нигде организованно, как бы не пытались тут нас качнуть из Запада. Это очень хорошие результаты. Посольство России очень хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами, поэтому я передаю вам его благодарность за работу и организацию выборов президента России на территории Беларуси. Конечно, результат ошеломляющий. 87,3% голосов отдали ныне действующему президенту. Итоги очень серьезные, но и явка же высокая была. Никогда такой явки не было в Российской Федерации, поэтому при высокой явке такие результаты в какой-то степени даже неожиданные. Это моя позиция была, я им высказал это. Но из любых событий мы должны извлекать определенные уроки. Самый главный урок заключается в том, что нашим народам нельзя навязывать чужую волю. Если ты это будешь пытаться делать, люди сделают наоборот, как бы ни было сложно. Поэтому не удалось известным силам навязать эту волю. Россиянам прежде всего они молодцы. Сплотились в этот предвыборный период и показали, кто в доме хозяин. Во-вторых, это был серьезный сигнал Западу, который ставку делали на то, чтобы раскачать изнутри России. Не получается на фронте, значит раскачать изнутри. Тоже не получилось. И третье, надо понимать, что это для нас наука. Мы в преддверии 2025 года, наших выборов, надо внимательнейшим образом изучать подготовку этих выборов. Надо сказать, что администрация президента России блестяще организовала. Сам процесс спланированный был, правильный предвыборный период прежде всего. Ну и естественно, президенту много пришлось работать. Вы это видели. Неимоверно много. Он молодец, он объехал всю Россию, побывал в разных точках и ответил на животрепещущие вопросы российского общества. Очень хорошее было планирование предвыборного процесса и сам ход выборной кампании. Есть чему поучиться. Мобилизованы и сплоченные были все по плану администрации президента. И центральная избирательная комиссия, все патриотично выступили и выдали прекрасный результат. Поэтому для нас это урок. Надо сейчас, как мы определили с президентом России, это очень важно. Мы должны быть включены во все программы, которые он озвучил, послание россиянам. Планы очень интересные, они реализуемые. Объем этих планов порядка 9 триллионов рублей. И он сказал, я с большим удовольствием буду приветствовать работу белорусов по реализации этих планов. Есть и совместные планы, типа скоростной дороги от Москвы через Минск, как я его прошу, чтобы это была добреста скоростная дорога. Другие у нас есть уже, которые мы реализуем планы. Поэтому полная поддержка в этом плане. Очень предстоит большая работа. Но нам надо будет еще пройти свои выборы в 2025 году. Продолжение следует...